Докажите, что в выпуклый четырехугольник площади S и периметра P можно поместить в круг радиуса S делить на P. Очень лёгкая задача. Ещё раз, подождите. Имеется выпуклый четырёхугольник некоторой площади, если можно напишите, пожалуйста, S-площадь, и некоторого периметра, P-периметр. Доказать, что внутрь этого четырёхугольника можно поместить круг какого радиуса? S делить на P. Именно радиуса S делить на P. И он не выйдет за пределы, да? Отлично. Ну, давайте пройдём её в диагональ. Пусть вот это будет у нас S1, это S2. А выберем из этих двух площадей меньшую. Пусть это будет, например, S2. Вот. И в эту сторону достроим вот этот треугольник до полилограмма. То есть построим вот такой вот. S2 у нас меньше, чем S1. Вот. Вот. Вот это будет A, S2, C, D. Это D3. И докажем, соответственно, что круг, вот вписанная окружность этого треугольника у нас будет радиуса не больше, сейчас, не меньше, чем S делить на P. И тогда будет доказывать. Вот. Ну, теперь просто напишем это. Значит, R, A, B, C. Это и есть вписанная окружность треугольника. Да-да-да, радиус вписанной окружности. Да. Это равняется площади треугольника A, B, C. Длинный его полупериметр. Да. Дальше. Это равняется площади штреугольника A, B, C, D' пополам. И разделить на периметр треугольника A, B, C пополам. Да. Вот. Ну, двойки можно убрать, конечно. Вот. Теперь. А это у нас равно... А периметр треугольника A, B, C меньше, чем периметр четырехугольника. Да. А это меньше, а сейчас. А это получается больше, чем площадь... Чем то, что надо. С, это же три. Делить на площадь A, B, C, D. Отлично. Молодец. Плошечка. На самом деле, ребята, это абсолютно было не нужно. Андрей, вы знаете решение, которое вам много раз легче вашего? А, ну, здесь, наверное, надо брать, что S2 больше S1. Это ладно, это описка, это все. Нет, важно другое, ребята. Что вот все это было абсолютно не надо. Хорошо. Это все было абсолютно не нужно. Понятно, что Андрей решил, но все в сто раз проще и интереснее. Вот эти все площадь мне нужна, периметр мне нужен. А теперь смотрите, что можно было на самом деле сделать. Все эти вписанные окружности, эти формулы абсолютно не нужны. Берешь и внутрь рисуешь прямоугольник. Вот, от этой стороны в сторону, где четырехугольник, рисуешь прямоугольник со стороной S делить на P. Поняли? Дальше, сюда рисуешь такой же прямоугольник со стороной S делить на P. И сюда рисуешь прямоугольник со стороной S делить на P. И сюда прямоугольник со стороной S делить на P. И смотрите, что получается. На каждом из отрезков внутрь нарисовано прямоугольник S делить на B. Так? Видно же, что они дадут ровно такую... Сумма площадей прямоугольников равна площади четырехугольника. Ну, они же между собой вот в этом месте немножко перекроются. Да? Да. Ну, а значит, будет непокрытая точка. Какая-то точка... Еще раз, есть фигура площади S. И четыре прямоугольника, сумма площадей которых тоже S, и которые перекрываются. Значит, есть непокрытая точка. А непокрытая точка, это значит, что расстояние до каждой стороны больше, чем S разделить на B. А не может случиться так, что сумма площадей, вышедших из-за границы вот... Это еще хуже. Если потерь есть, это еще хуже. У нас есть площадь. Чтобы окружности не было, надо, чтобы она была покрыта этими прямоугольниками. Смысл поняли? Да. Потому что, ну, как бы, если окружность пересекает, то до одной из сторон... ...вот... ...вот... ...вот...